ребята всем привет сегодня будет обзор посылочки от а не из иркутска у нас не был обмен посылками ее распаковку можно посмотреть у нее на ю тубе мою распаковку можно посмотреть вот здесь первое мыло на обзоре это детское мыло от ежика у нас у нас по моему не продаются такие если я не ошибаюсь либо если продаются то большие бруски маленьких таких нету у ежика довольно плотная упаковка и даже если бы мылу был год она была бы абсолютно спокойно мягким и нужно было бы сделать на нем какие-то кубики либо можно было бы сделать розы я вскрывать не буду вот ну чего вскрывать обычная белая мыла вот детское мыло обычно ничем не пахнет поэтому я думаю как бы особо описывать его нет смысла следующая мыл это лином это ароматерапия так это у нас детская с партейными пшеницей а это банная сейчас мы вскроем и понюхаем так я сегодня без ножа но зато с ножницами пахнет я даже не знаю сейчас на чем она пахнет но пахнет какой-то может лавандой сиренью чем-то вот таким то есть какими-то цветами травами что-то вот это такое рядом следующая детская мне очень нравится форма у него у него такая прям кстати мягонько так с первого взгляда кажется что мягко мне нравится вот этот малышок такая такой прикольный забавный штамп абсолютно ничем не пахнет вот детское мыло почему-то ну как бы делать без без каких-либо отдушек ароматизаторов без чего-либо такого так следующая банная а длином вот такой брусочек мне кстати нравится когда бруски такие ну так знаете неважно выглядят за чего пахнет о слушайте пахнет не просто какое-то она банная она как будто бы даже дегтярная а ну да все правильно потому что здесь написано с березовым деком я почему-то и сразу заметила но слушайте мне нравится дегать такой запах не очень навязчиво именно здесь и я думаю тем кто не очень любит дегать но как бы он такой будет не сильно резким следующее мыло это друг не знаю почему но мне очень нравится когда мыло высыхает в упаковке здесь я кстати не очень не могу понять то есть это мыло усохло так сильно или это просто такая свободная упаковка но что-то мне кажется что все таки она усохла маркировка с даты уже стерта но так более менее то здесь еще видно что это 18 а вот тут например практически не видно ну слушайте он сухарь 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 вскрывать не буду я думаю что мыло друг видели все вот поэтому оставлю его в упаковке чтобы потом не повредить при при какой-то транспортировке следующее мыло blue chip или blue ship как правильно не знаю и да я кстати открыла коробку сверху не хотела открывать вообще коробку хотела чтобы для меня все было было сюрпризом но в итоге я пару дней назад открыла коробку я в общем видела что там blue chip и я так открыла потрясла я не поняла то есть внутри есть дополнительная упаковка или нет сейчас вижу что есть дополнительная упаковка ну она естественно сухо потому что вот эта упаковка никак не защищает от воздуха от проникновения воздуха и такой прям выдавленный выдавленный штампик блин клёво пахнет кстати довольно ненавязчиво но с чем она я так и не понимаю написано то что она антибактериальная но это корейс как я понимаю ну вроде как корейская вот пахнет очень пахнет такой какой-то морской волной чем-то вот таким освежающим но при этом ненавязчиво то есть запах нерезкий не бьет так сильно в нос как допустим дуру морские минералы это кстати не самый любимый мой запах потому что вот когда я начинаю резать дуру морские минералы мне начинает очень сильно болеть голова так следующий blue chip мне кажется читается как чип почему-то мне так кажется это тоже антибактериальная защита и увлажнения она она получается все антибактериально это защита здоровья это защиты увлажнения уже дополнительная упаковочка вот такого нежно нежно такого какого-то персикового цвета она не белая хотя она вот можно сравнить белым на камере смотрится что она намного светлее в жизни она такое нежного кремового такого оттенка и даже не кремового какого-то такого не знаю для меня это персиков чего-то пахнет кстати пахнет очень приятно не знаю даже чем пахнет но мне очень нравится чем пахнет оно какое-то такое сладковатое такое с нотками тоже опять же черт травянистого в общем мне нравится даже не травянистого чего-то такого даже фруктового следующее мыло это тоже гижака это эффект 01 20 кстати вообще свежим прям свежая свежая сейчас буквально заканчивается март а это январь я всегда хотела его испробовать так скажем недавно у меня недавно у меня был такой же брусок только не прям такой же а такой большой хозяйственный брусок яжика тоже эффект но если этот эффект по моему 140 грамм если я не ошибаюсь сейчас посмотрю на упаковке если это весит 150 грамм то то мыло было разу наверно в два больше то есть он такой широкий брусок был и я его так располовинила пополам вот и в итоге с каждой стороны я наделала кубики чтобы она как-то быстрее просыхала так по запаху кстати очень очень похоже и ну вот мне нравится когда мыло пахнет какими-то не просто хозяйственное мыло да а когда она пахнет какими-то семечками то есть как он каким-то маслом чем-то таким в общем пахнет очень приятно не противно совершенно еще кстати у него тут есть такая выемка вот у других больших брусков яжика такой выемки тут нет она тут просто по моему ну тут просто гладко о блин я тут короче я тут в общем решила добраться до самого низа тут лежат вот такие люксики лаксики люксики сейчас попробую найти дату дата этому год этому чуть меньше года этому тоже год каррица не всегда давал и вот они им всем по году вернули даже скрывать почему ты не хочется но нет конечно по скорого да 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 вы но очень красивые мыло почему-то мне так нравится когда тут написано не камэй а люкс вот почему-то я именно камэй и люксы сравниваю между собой потому что не знаю как то вот именно у них какая-то одинаковая форма но конечно есть очень много мыл разных с такой же в точности формой тоже здесь какие-то цветочки тут конечно может быть все что угодно написано но сама форма то есть вот эти цветочки вот это вот как эта сеточка короче она у них всех идентична могу понять чем мыло весит она 80 грамм пахнет она ну вот что-то кстати что-то похоже на вот этот blue chip вот не знаю почему тоже что-то такое свежее ненавязчивое и при этом ну как бы абсолютно не резко не болит голова потому что опять же сделаю отсылку на дуру морские минералы от которых начинает адски болеть голова и даже иногда подташнивать я не понимаю с чем мыло не знаю с чем с чем этот люкс в общем он он пахнет как-то вот прям цветочный цветочный мне кажется это либо какая-то орхидея либо может что-то вот типа того но я ничего не разбираю не могу понять и переводить тоже не особо горе желания на общем пахнет она очень клёво следующем тоже люкс это вот тут понятно написанная жасмин и миндальное масло а такой беленький люксик немножечко он побился время пересылки нам как бы ничего страшного я наоборот очень даже люблю так а кстати но я не знаю почему мне кажется она пахнет вот этим вот глицериновым эффектом ну не глицерином а в смысле что мыло с глицерином почему-то мне кажется вот как-то она может либо пропахло им либо не знаю почему но я вот не чувствую ни жасмин не не вот этот миндаль но не миндальное масло почему-то для меня пахнет хозиком не знаю почему так теперь четыре таких даланчика у нас они вроде бы где-то продаются но я если честно лично у нас такой ни разу не покупала у нас в смысле в томске так это август девятнадцатого года это февраль девятнадцатого года это у нас опять февраль девятнадцатого года но все все они девятнадцатого года но вот это вот скажем так свежее всех так что будем открывать это кокос не буду полностью доставать потому что что чувствую потом будет плохо заходить обратно пахнет прям один в один кокосом прям очень хорошо подобрали а кстати заметили перевернута то есть здесь надпись так а тут к с ногами очень хорошо подобрали они аромат и действительно пахнет прям кокосом кокосом так следующие кстати она уже при открыто но тут кстати на удивление нету клея на это наверное может такой типа брак вот это интересно тоже будет а вот это кстати не перевернуты то есть надпись в эту сторону написано и здесь и здесь так как будто немножко подморожен пахнет медом но таким знаете немножко противным медом ну то есть таким прям фу не знаю даже каким медом но мне аромат вообще не нравится ну было конечно так если чисто визуально но конечно очень красиво но ну блин запах конечно не мой вообще не мой нет нет я его пожалуй спрячу вот и наверное даже не буду с ними что делать пока что так следующая огурец и молоко огурец и молоко огурец и молоко хороший запах мне нравится действительно пахнет чем-то таким свежим травянистым как огурец и чем-то таким немножечко молочным то есть ну действительно как молоко так это алоэ вера и молоко кстати очень странно что алоэ сделали синий краситель не знаю почему обычно мыло с алоэ с оливкой с чем-то там еще с чем-то еще зеленым то есть но делать соответственно и краситель зеленый но видимо не в этом случае поэтому у нас получилось синяя мыло у них тоже немножко покоцана побита так пахнет пахнет кстати говоря довольно приятно вот в общем из всех этих ароматов мне не понравился наверное ну вот только вот этот мед потому что пахнет она как-то как-то неестественно совсем не медовый как-то ну не как-то не знаем химически вот мне в общем только мед не понравился здесь запах ну алоэ пахнет пахнет чем-то тоже струминистым и чем-то похоже немножко на огуречный запах но не так ярко брин доставала вот эти корейские вот это корейское мыло но пропустила что там был еще один люкс оказывается анями положила какого-то мыло по четыре штуки кого-то по три вот но люксов было все таки 4 они как я изначально увидела она кстати ну тоже март девятнадцатого года ой ну какой вообще шикарный люкси кажется что он суше всех или может быть что он мельче всех хотя вроде бы тоже 80 грамм ну так вот чисто по ощущениям просто даже сравнить вот этот шире или может мне так кажется хотя нет не кажется правда шире не знаю но в общем поэтому мне показалось что он как-то помельче не знаю странное очень было для меня а ну нет вот это 85 грамм это 80 ладно это такое это я очень для себя просто делаю вывод что вот одно мыло там на 5 грамм легче чем другое а запах я хотела еще она кстати по моему тоже пропахло вот этим вот эффектом потому что запах тоже такой немножко ну вот я не знаю будет ли уместно выразиться из говна и палок она пахнет наполовину чем-то таким травянистым да то есть цветочным и в то же время наполовину хозиком то есть это что-то непонятно так возвращаемся к корейскому мыло вот по моему а ну так если отсюда посмотрите но как будто немножко перемороженная а еще вот эти упаковки мыло сохнет даже в упаковке а вот то есть спустя допустим какое-то там спустя полгода то есть это мыло уже не будет то настолько мягким как как хотелось бы не такое как ежика у меня кстати было одно такое мыло мне его принес муж из магазина вот он пошел там магазин за продуктами в итоге принес принес кусочек но немножечко промерзла вот я думаю ничего страшного красивая очень красивая и очень вкусно пахнет пахнет причем ну тут написано малина не написано нарисовано малины ежевика то есть запах такой даже даже какой-то немножко черники мяты то есть чего-то такого ну приятно пахнет очень приятно так это мыло с улиткой судя по упаковке он у кстати заметно меньше чем то которое было только что ну то есть видно что она меньше так она у нас у нас продается почти такое же мыло только немножко другой фирмы не помню какая у нас фирма продается это же она кстати такого же бледно-бледно сиреневого цвета короче хорошая пахнет я не знаю как должен пахнуть улиточный вот этот вот муцин или с чем она тут я к сожалению не пойму написано было написано просто что мыло с улиткой ну понятно что там живых улиток там нет ну мне так кажется пахнет приятно чем-то не знаю как по мне пахнет каким-то огурчиком цветочками чем-то таким в травянии следующее мыло это у нас глицериновый тик так вот это у нас можно еще встретить а вот эти я у нас не встречала ну нет наверное вот одно из них встречала ну как бы наверное сначала только один раз вот судя по всему вот это у нас иногда продают а эти прям большая большая находка прям вообще практически не встретить так ну я не хочу их скрывать потому что хочется сделать на них какие-то кубики вот поэтому поэтому показываю вам такой упаковки это с экстрактом отца это с ромашкой это с медом следующий огромный огромный хоз блин сколько он весит интересно сейчас поищу а весь но 350 грамм почему-то да не сразу увидела цифра 350 но увесистый большой брусок довольно таки это гамильский жировой комбинат судя вот потому что песня упаковки я наверное не буду его сушить а я наверно не буду его резать я его отправлю сушку на несколько лет вот и пусть она там сушится она вонючая она прям вонючая вонючая у меня было одно мыло вот этой вот компании тоже был этот значок но она не так сильно воняло но вот это конечно вонючка вонючка еще то так у меня произошел форс-мажор в общем я не помню записала я вот это мыло или нет но по-моему нет первое мыло это новинка от невской косметики алоэ ну знаете довольно таки приятный запах не сказать что она прям какое-то противное нет ну как бы я сейчас на не фанат невской косметики но разве что только брусочки такие квадратные вот квадратные брусочки почему-то люблю а пузатик как-то мне не очень нравится но блин все равно хорошо что у меня появилось такое мыло потому что если бы она мне его не прислала я бы даже не знала чем она пахнет вот следующее мыло аистенок я его уже доставала и нюхала просто почему-то не сохранилась запись запись какое-то мыло дало очень резкий аромат и стала пахнуть вся коробка это либо вот это хозяйственное мыло либо вон то эффект который с глицерином вот почему-то аистенок пахнет тоже каким-то хозяйственным мылом не знаю почему как не знаю почему половина мыла впитала аромат а половина нет не понимаю следующее мыло это тиффани ой это вообще ну что это такое за прелесть изготовлено в индии это я так понимаю это ретро мыло очень мамочки даже скрывать его не хочу слушайте какая красота я вообще все я в восторге я поплыла так ну тиффани но это сто процентов ретро как мне кажется ну да пахнет она потому что такой старенькой косметикой но но не старьем не совсем старьем но такой скажем старой косметикой ну и сама упаковка тоже показывает то что мы лучше довольно старая я нашла еще записочку это кусочек ретро мыло подарок от подписчицы из якутии отправила тебе в коллекцию а или отправляю тебе в коллекцию слушайте ну блин это значит спасибо не только они это еще спасибо подписчицы из якутии то что такой чудесный брусочек оказался сначала у они потом у меня красота крым следующее мыло приехала это мыло приехала ко мне из белоруссии от яны а самар кристалл фан отправляю кусочек и в твою коллекцию вот такой кусочек слушайте мне чем-то напоминает почему-то нести данте не знаю почему но такое что-то итальянское мне кажется в нем есть но да кстати на нем написано то что мы для недели ну слушайте такое типичное итальянское мыло почему-то вот они всегда делают вот в каких-то таких тонах таком стиле пахнет волшебно пахнет вообще просто просто изумительно спасибо и я не спасибо и они вообще конечно всем спасибо и спасибо подписчицы из якутии в общем всех скажем так с миру по нитке немножко скинулись мне на посылочку так следующая мыло загадка так клубника ягодные роза и что-то безызвестное будем сейчас угадывать так ягодный но если ягодный наверное факс нет 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 это а это гранд шарм это ягодный гранд шарм ну пахнет конечно действительно очень ягодно и пахнет и пахнет причем не просто ягоды пахнет каким-то наверное даже вареньем у меня были большие гранд шармы вот но маленького такого мини версии не было это кстати вроде из блистеров если не ошибаюсь так следующая клубника ну так по форме сразу не понять что это за мыло это шик ну шик действительно пахнет клубникой вот некоторое мыло почему-то не напитало в себе запах вот как вот это а остальное некоторое напитало но пахнет действительно клубникой но такой знаете отдаленный может быть уже запах как-то выветрился может еще чего слушайте ну вроде сухое но так чисто по ощущениям мне кажется его еще надо сушить и сушить не знаю так это роза это наверное тоже гранд шарм потому что я тут уже пощупала до гранд шарм кстати по цвету по оттенкам видно что отличаются ну пахнет кстати вообще ничем не пахнет вообще выветрился запах прям совершенно ничем не пахнет не знаю почему роза не пахнет совершенно следующее неподписанное мыло я знала что здесь должен быть такой даланчик почему-то он выпал на самый конец распаковки блин у меня было одно такое мыло и она попала ко мне в зеленый сет но вот теперь у меня есть такое второе мыло в томске не продаются такие даланы и ну к сожалению то есть это либо только заказывает либо у кого-то ну просите из городов может быть обмена вот теперь у меня есть такой даланчик ребята всем спасибо большое за распаковку спасибо что посмотрели меня и дослушали до конца я надеюсь вам понравился мой обзор строго не судите как обычно потому что такие обзоры я делаю не часто и ну конечно мне нет какого-то особого навыка большое спасибо всем за внимание